А перед началом этого видео я хочу поблагодарить наших спонсоров, а особенно великих спонсоров, а именно Егор Медынский, Берсерк, Бикой, Кэмп33Рус, Никросуан, Александр Пестряков, Остер Эйхбол, Версаль Эр и Райнер Саркоза фон Рихтер. Если вы хотите помочь каналу материально, а также получить крутые бонусы, то можете оформить спонсорку по ссылке и кнопке в описании. Также у нас появился закрытый сервер в Дискорде, который доступен только спонсорам. Если у вас есть спонсорка, то обязательно туда заходите, а то еще многие спонсоры так и не зашли к нам туда. Ну что ж, мы продолжаем. Итак, всем привет, с вами как всегда Эмбро, продолжаем нашу кампанию за Грецию. И я был вынужден провести еще один опрос у нас в сообществе по поводу выбора. Вот здесь. Оказывается, в этой ветке компромисса с монархистами есть еще выбор, а именно между демократами и фашистами. Сюда изначально мы приходим демократами, но здесь есть возможность привести к власти фашистов посредством переворота. Будут ивенты на это, и тем самым можно создать Византию. Демократы византию создать не могут, они создают Эладу, то есть Великую Грецию. Поэтому сделал я опрос, чтобы определить уже наконец-то, по какому пути мы реально движемся, и победила у нас демократия. Кстати, битва была очень жаркая, то один выигрывал кандидат, то другой, и оно так скакало, но все же сейчас опередило неплохо так демократия у нас фашизм. И я, в принципе, этому доволен, потому что у нас здесь, в ветке демократии, очень интересно есть ивенты. В фашизме вроде как их нет, но там тоже какие-то ивенты есть, но там ты больше на войну рассчитываешь. Здесь мы будем пытаться договориться с союзниками по поводу Турции. Один на один с ней, конечно же, справиться можно, но это несет достаточно большие потери и риск. Но мы можем объединиться с Францией, Великобританией и попробовать еще втянуть в наш альянс, так сказать, Италию. Ну, альянсом это называться не будет, потому что это не как организация, будет военная. Короче, вы увидите. Возможно, мы так подружимся с этой вот Италией, то что нам и не придется вообще потом от нее защищаться. Но она нас все-таки не любит очень сильно, мы отказываемся выплачивать долг. Подожди, а Британия? Нормально, Франция тоже любит. А вот мы итальянцам ведь отказались. Я так и не понял, правда, как это произошло. Долга перед итальянцами у нас сейчас нет, выплачено 10. Но я сейчас заплачивать не хочу. Как так получилось? Я ведь не прожимал здесь ничего. Возможно, я забыл. Да, потому что я что-то с долгом никак не взаимодействовал. Ну ладно, я взял сейчас македонских полководцев, потом выходим мы в беженцы из Анатолии. После Анатолийской катастрофы нам пришлось принять у себя почти 2 миллиона беженцев-греков, проживающих в Турции. Мы не были готовы к такой ситуации, со временем она лишь стала еще более невыносимой. Теперь беженцев организуют в политическую партию Георгио Скосмидис. Также беженец из Анатолии. Их движение слишком велико, чтобы его игнорировать. А вот он, я так понимаю, и есть этот самый фашист, который может к власти в нашей стране прийти. Но нам ведь нужно как-то не допустить что ли этого? Мы ведь демократической страной планируем быть. Да и кстати, хорошо, что победила демократия, потому что я взял советника демократа, который дает прирост поддержки демократии. И она у нас уже выросла на 70%. Я не знаю, что было бы, если бы фашисты пришли к власти. Может быть они здесь как-то поменяли бы вот это дело. Но если бы нет, если бы у нас был бы фашизм, ну даже 20%, было бы все равно плохо. Потому что низкая популярность партии по стабильности бьет неплохо. А у нас она и так хорошо повреждена, так сказать. Из-за того, что у нас коммунисты и фашисты враждебны к нам. Только монархисты нас любят. Республиканцы лояльны. Хотя у нас у власти республиканцы, вот выборы. Почему мы им не нравимся? Может их чаще стоит проводить? Короче, и надо думать насчет коммунистов и фашистов. И либо их давить, либо подружиться. В самом деле, не знаю, но это очень сильно тоже бьет по стабильности поддержки войны. Если давить их, оно вроде как лучше на самом деле. Но если с ним подружиться, можно бонус получить. Поэтому здесь, конечно, такое. Нужно думать. Подкопил я еще политвласти. Благодаря этому советнику также она растет тоже неплохо. Поэтому нужно будет что-то брать здесь из военных уже советников. А теперь у нас переговоры с НСГ. Подлые анатолийские фашисты сели хаос. Они желали идти на переговоры с правительством в самовзарождении своего вредоносного движения. Но теперь все похоже меняется. Нам предлагают заключить сделку века. Объединить наши силы с анатолийскими фашистами, чтобы сообща свергать государство Торуса. Нельзя отрицать, многое в нашу администрацию заключили бы сделку с дьяволом нашей нации. Уже за тем, чтобы те прекратили мешать правительству. Также нельзя отрицать, что есть среди нашей администрации. И такие, кто находит цели НСГ естественными и даже правильными. К счастью, магнат Аристотель Анасис предложил нам альтернативу. Он, будучи сам из анатолий, образует движение противодействия. Используя для этого свою славу, деловую хватку и личное состояние. С помощью такого движения он намерен подорвать основы НСГ. Эти меры, разумеется, не гарантируют нам победу над движением. Но на Анасиса, во всяком случае, положиться можно. Вместе мы снова сделаем Грецию великой. Здесь прирост поддержки войны плюс 10%, стабильность плюс 5 из-за коалиции. Поддержка фашизма будет расти и фашистская фракция становится дружелюбной к нам. Ну, это, конечно, плюс, но данное, короче, действие может обернуться в будущем для нас серьезными проблемами. Тут вот намек есть такой. Прямо даже красным выделено. И вот эта серьезная проблема, ребята, проспалерю, это захват власти. Потому что мы подружимся с этими фашистами. А они такие почувствуют свою власть. И то, что мы оказываются слабы, особо за ними уже не следим, раз мы так подружились с нами. Все, они этим воспользуются и перевернут наше правительство нафиг, придут к власти. Ну, то есть, для кого-то этот вариант оказался нормальным. Там споры были жаркие, конечно, насчет выбора фашизма или демократии. Было интересно, конечно, за этим наблюдать. С фашистской гадиной дело не ведем. Стабильность тоже вырастет. А, здесь падежка войны, здесь стабильность. Слушай, так нам и то, и то надо. Значит, можно будет анализы назначать нашим министром. Угу. Ну, давайте, не будем дружить с фашистами. Дальше по фокусу. Воскрешение великой идеи. В 1919 году нам обещали великую идею, но последующая греко-турецкая война чуть ли не похоронила ее навсегда. И все же, пока турки оскверняют наши исконные земли своим присутствием, мы будем жаждать вернуть их себе. Греческий народ уже как-то вспомнил об этом. Можно побудить его вспомнить снова. Падежка войны здесь уже плюс 10%. При выборе этого фокуса будут отправлены приглашения на конвенцию о великой идее. То есть, мы отправим великим державам, Италия тоже считается, наше предложение поучаствовать в конвенции, чтобы они помогли нам реализовать нашу идею. Но, конечно же, все это не просто так, и нам придется, так понимаю, искать компромиссы, делиться с ними, потому что они не просто так это все организуют. Так понимаю, это вот Франция, она захочет себе тут Курдистан. Кстати, он является не национальной территорией для Турции, вроде как без этого DLC, вообще без этого обновления. Эти территории национальные, то есть, Курды никакого влияния не имеют. А сейчас, смотрите, эти земли с сопротивлением. И Турция здесь, кстати, по геймплею должна справиться с этой проблемой Курдов. Хотя в нашей истории Турция до сих пор не может с ними справиться. А тут, возможно, я так понимаю, есть полностью то ли подружиться с ними, то ли выделить эту страну. Но я, в общем, не смотрел, по сути, эту Турцию особо. Я ее оставлю уже на потом вместе с Болгарией. Но, на самом деле, конечно, стоит поизучать, что эти страны себе представляют, что новенько, потому что вдруг они на нас как-то нападут, либо что-то такое произойдет неожиданно. Хотя это даже прикольно. Гераклионская конвенция. Дело, наконец, дошло до пересмотра Северского и Лозанского договоров с великими державами Европы и повторного рассмотрения принципа великой идеи. Судьба государства Турции не может быть решена исключительно нами. Нам нужно сперва заручиться поддержкой государства Северное Королевство, Франции и Италии, будь она проклята. Если мы хотим пригласить на свою конвенцию и их, мы пригласим французской и британских делегатов. Либо же мы пригласим изначальных участников Северского договора, то есть можем позвать Италию. Конечно, я так понимаю, это Франции и Британии не очень понравится, но я хочу с Италией отношения наладить. Они выдвинули претензию на нашу территорию. Да что такое, друг? Ладно, поехали. Кстати, насчет отношений. Здесь по геймплею нам нужно будет улучшать отношения с Францией, Соединенным Королевством, Третьим Рейхом и Советским Союзом. Потому что если это отношение будет больше 80, то будут добавлены по одному военному заводу и по одной гражданской фабрике, я так понимаю, нам. За каждую страну, с которой у нас будет это отношение. Здесь будет у нас выбор вообще, либо же мы принуждаем фермеров работать на заводах, либо же задействуем наши сильные стороны. Тут мы будем заменять аграрное общество на индустриализацию общества. То есть, будем переходить уже от, собственно, выращиванию, что мы там выращиваем, табак, всякие там фрукты, овощи, до работы на заводе. О, финансовая ответственность. Тут бонусы, конечно же, неплохие. Мы получим находящиеся за пределами карты гражданской фабрики за каждое государство Западных Балкан, Восточных Балкан и Северных Балкан, обладающих очень дружным мнением о нас. Это также касается государства о встречах в Словакии и Турции. Вопрос, как очень хорошее мнение, это какое? Это больше 80 или меньше? Или 80, почему здесь не сказано, какое конкретно нужно? Но, я все же думаю выйти вот по этой ветке. Потому что мы можем избавиться, конечно же, от иностранных монополий. Но, мы можем все-таки с ними посотрудничать. И мне кажется то, что это будет даже более полезно для нас. На самом деле, я еще подумаю, что лучше раскрыть наши сильные стороны, либо же полностью поменять нашу экономику. Ну, так, конечно, не радикально все-таки. Этот процесс будет не резкий, я так понимаю. Хотя, фиг его знает, тут мы сразу перекатываемся в индустриализацию. Тут нужно просто по этим бонусам посмотреть. А здесь мы, кстати, долги-то выплачиваем. И Италия открывает решение. Выплата большей части долга. Здесь инфраструктура, прирост при власти, темп исследований. Но тут получаем гражданские фабрики. А тут можно и военные заводы получить, понимаете? А у нас с ними, ну, их просто не прибавляется. Мы их не строим просто. Но ведь нужны, как бы, гражданские фабрики. А потом можно заниматься военными заводами. Кстати, давайте это еще с одной мы достроим. И я, пожалуй, военные заводы начну строить. Ну, хотя бы один, ну, два. Вот. Но с таким количеством фабрик мы, конечно, много не построим. Военных заводов. Поэтому нужно их захватать, мне кажется. Как вы думаете насчет этого? Вполне возможно, стоит так и поступить. Гераклионскую конвенцию посещают все участники Северского мирного договора. Официальные лица, собравшиеся в столицу, рады были услышать, что и Соединенное Королевство, и Франция отправят своих делегатов на Гераклионскую конвенцию. Но эта радость быстро угасла после новости об участии в конвенции державы Италии. Многие наши политические фигуры высказали в частных беседах о беспокойности тем, что итальянские махинации могут лишить смысла всю конвенцию. Но наш правитель по-прежнему убежден, что пригласить государство Италии было правильным решением. Подготовка к встрече в верхах уже началась, конвенция будет проведена в ближайшие дни. Наши делегаты распределяют сферы влияния на севере и юге государства Турции, после чего будет окончательно решено, должны ли мы получить принадлежащие нам по праву территории вдоль Эгейского побережья. Скоро будет решаться история, и Греция окажется в самом центре этого процесса. Это обещает быть интересным, действительно. В общем, я как думаю поступить насчет нашей экономики. Конечно, было бы неплохо выйти в индустриализацию общества, если выплата долго тебе. Политласть, хотя здесь дается стабильность, так что, блин, политласть у нас и так хватает на самом деле, 434 накопилось уже. Да и это... Сюда мы не выйдем, потому что нужно изучать эту ветку. Хоть здесь и показано вот это вот, типа можно отсюда прямиком сюда, но нет. Так это здесь не работает. Короче, да, я что решил сделать. Мы выйдем в сотрудничество с иностранными монополиями, потому что мы вышли в демократию. Мы будем очень сильно дружить с крупными игроками, которые держат на наших территориях свои заводы. Если бы мы вышли там в фашизм или какую-то другую идеологию, могли бы в монархизм выйти полный, то тогда вполне логично было бы выходить в индустриализацию и пытаться преследовать иностранные монополии. Но мы ведь будем дружить с теми, кто этими монополиями владеет. Поэтому постараемся с ними начать сотрудничать. Вполне возможно, что это даже будет неплохой идеей. Лучше, чем пытаться как-то так все радикально менять. Гераклионская конвенция. Французский мандат в Курдистане. Тема первого раунда голосования. Нужно ли разрешить государству Франции получить французский мандат в Турецком Курдистане? Прикапитуляция государства Турции. Многие из явившихся французских официальных лиц считают, что такое положение сделал вполне логичным, учитывая близость державы Франции к региону и отчетливый национализм, уже замеченный в Турецком Курдистане. Впрочем, дома у них такую идею могут воспринять в штыки, учитывая, насколько уже чрезмерно растянута французская империя. Если французский народ получит свою концессию в государстве Турции, он будет обязан по условиям договора перейти на помощь государству Греции в войне с державой Турции. Если данное предложение не пройдет, то вне зависимости от исхода Гераклионской конвенции, государство Франции не будет связано с обязательствами с державой Греции, когда начнется война. Так, мы можем либо за проголосовать, либо же вообще отказаться. Но если мы откажемся, то Франция явно будет расстроена таким нашим выбором. И, ну, знаете, мы не находимся в том положении, чтобы вот так вот прям голосовать. Мне кажется, даже если мы проголосуем против, может быть, наше мнение вообще не учтут. Ну, вы сами понимаете. Но. Если мы проголосуем за, то тут написано то, что Франция выделит Курдистан как свою марионетку, и Курдистан получит национальный территорий. Короче, мы голосуем за, то есть выбора у нас нету, считайте. Но смотрите, что дальше нам нужно делать. Раз мы решили выйти сюда, то нам стоит отношения с великими державами улучшать заранее. Нужно, чтобы было 80. А у нас при классе сейчас много, в принципе, его можно использовать, чтобы это отношение улучшить. Поехали. С Великобританией, с Третьим Рейхом, с Советским Союзом, и там еще у нас Франция была. Поехали. Удивительно то, что здесь у нас используется механика отношений. Они, оказывается, нужны в этой игре. Не знаю, я вот сколько играю, я никогда особо-то и не замечал, чтобы эти отношения какой-то смысл вообще имели. Да, там что-то на них крутится, но чтобы вот здесь мы получали, допустим, что-либо, и в случае, если отношение выше какого-то порога, это интересный момент. Нам, кстати, далее нужно будет выйти в сжигание лигнита, потом больше извлекать из недр земли. Ох, ты газёй, кстати, у нас хорошие такие ресурсы можно заполучить. Может, не стоило выходить так резко в войну, просто я что-то поторопился и забыл про то, что у нас в экономике все плохо. Да и я армией вообще никак не занимался, я что-то слишком резко вышел сюда. Если бы мы вышли в фашизм, это было немного фатально. Но в связи с тем, что мы выходим сюда и получим своих союзников в виде Великобритании, Франции и, надеюсь, Италии, то они, наверное, компенсируют все эти вот недостатки. Но всё же, я думаю, пока эти вопросы будут решаться у нас, мне нужно по-быстрому всё-таки вот это вот дело произучать. Да, нужно будет сюда вот выйти, поднять немного нашу экономику, да и ресурс поднять, потому что сейчас их, конечно, хватает, но у нас их могут больше закупать в таком-то случае, понимаете, если у нас будет просто их больше. Гераклионская конвенция. Французское государство получает свой мандат. Большинство присутствующих делегатов решило, что государство Франции должно получить мандат в Курдистане после успешного свержения турецкого государства. Французские представители высоко отозвались о делегатах за их мудрость в государственных делах и передачи французскому правительству поручения о планировании установления своей администрации в регионе. Победили голоса за. Отлично. Значит, Франция на нашей стороне 100%. Теперь нужно решить, что тут будет Великобритания делать и, самое главное, Италия. Она же будет нам здесь первой помогать, потому что она здесь ближе всего к нам. Конечно, здесь ещё и Британия, вот тут, и Франция тут, ну, здесь, они, знаете, войска свои, по сути, особо не держат. А вот Италия, она совсем рядышком. В чём плюс ещё подключения союзников к этой войне, это то, что они располагаются реально здесь. И у Турции будет тут ещё один фронт, поэтому здесь войска они будут ослаблены. И мы попытаемся здесь вот продавить. Думаю, это получится. Я надеюсь, их будет здесь меньше, когда они узнают то, что ещё и Франция будет участвовать в этой войне с Британией. Они-то вряд ли в курсе про это. Мы такие вроде как секретно проводим, что ли. Короче, нужно отправиться вот сюда, прямиком до Стамбула. Потом можно даже вот так вот завернуть, если Стамбул будет крыть. И закатлить в одерни здесь войска. Я думаю, это будет неплохо, в принципе. А здесь поставила, конечно, по одной дивизии. Больше поставить я не могу. Очень надеюсь, что единички хватит. На самом деле, вообще можно было их здесь не держать. Типа здесь всего одна верфь и... ну, такое. Оборонять такие земли просто двумя дивизиями. Не просто отдать две дивизии, чтобы они здесь стояли. Но, знаете, это неплохой плацдаром. Когда подойдут сюда союзники, с помощью них вполне можно здесь пробиться. Конечно, восьмерочку вряд ли мы пробьём. А здесь вполне можно, да. Просто, чтобы не делать высадку, мы можем использовать переходы здесь. Но, опять же, атаковать тут сложно. Но с помощью, конечно же, союзников будет нормально. Просто Турция, она имеет полный состав войск. Мало того, что этот состав у них полный по оснащению, так он у них ещё и лучше, чем у нас. Вот в чём дело. Поэтому, чтобы захватить Турцию, нам сразу так в войну, конечно, нельзя было выходить. Нам нужно было всё это дело сначала изучить, улучшить нашу экономику. А я чё, экшончик даже в демократии нам нужен, понимаете ли? Гераклионская конвенция. Британский протекторат в Армении. Тема этого раунда – голосование. Нужно ли разрешить государству Соединённой Королевства основать армянский протекторат в турецком регионе Трабзон, когда Турция капитулирует? Тема создания армянского анклава в турецких границах особенно спорна. В свете недавних событий на британский делегат утверждает, что основание армянского государства у советских границ не только правильно, но и стратегически выгодно. Если британский народ получит свою концепцию в государстве Турции, он будет обязан по условиям договора прийти на помощь государству Греции в ане с державой Турции. Так, ну мы это уже читали. Ну, конечно же, мы тоже соглашаемся. Что самое интересное будет, так это будет две Армении. Одна Армения составит Советского Союза, другая Армения здесь, в Трабзоне. Прикольно получится. Это получается, у этой Армении будет претензия на эту Армению, а у этой Армении, то есть у всего Советского Союза, будет претензия на эту Армению. Потому что, ну как это, моя Армения настоящая, а твоя нет. Поэтому это явно решение не совсем адекватно, вот как мне кажется, как вы думаете. Если так прикинуть, то такое себе. Ну а шо, мы, а мы, да, мы согласны, конечно, от чего делать. Не отказывайся же. Так, все, готово. Проголосовали мы за, и голоса за победили. Теперь черед у нас Италии. Вот, че с ней-то будет? Ты захочешь, скорее всего, у нас Анталью, Мерсин, и, возможно, ну, нет, это вот, это наш. Измир, Бурса, это мое. А вот это, скорее всего, ты захочешь забрать. Что вполне себе будет адекватно. Тема этого раунда голосования. Может ли Италия получить колониальные территории на юге державы Турции? Когда Турция сдастся? У каждого из присутствующих есть свои сомнения насчет того, что свободно отдавать часть средиземноморской территории итальянскому государству. Но итальянские делегаты неизменно повторяют то, что сказал Беннито Муссолини. Это было бы только справедливо в свете доставшейся им испорченной победы. Другие присутствующие перед официальным началом Гераклионской конвенции решили, что итальянское вмешательство во вторжение в государство Турции нежелательно. Если держава Италия получит свои уступки, она будет связана пактом о ненападении с державой Греция. И пактом о немешательстве в случае войны с государством Турции. Если данное предложение не пройдет, то вне зависимости от исхода Гераклионской конвенции, Италия не будет связана с нами обязательствами. Угу. Так, Италия получает претензии. То есть, мы можем заполучить с ними пакт о ненападении? Слушайте, это будет вполне неплохо, с учетом того, что они еще и здесь будут владеть территориями, а мы будем, получается, с ними граничить еще и тут. Хм, может, удастся тебе в союзники втянуть? Не, ну реально. Ничего не помешает тебе вступить в союзники, я надеюсь. То, что техпартия, конечно, другая, но мы же можем договориться с этим. Все. Победили голоса за. Все прошло успешно. Хотя, насчет Италии я подумал бы. Возможно, не стоило бы приглашать. Потому что она всем не понравилась, да и я бы не прочь с ней повоевать. Конечно, она вторгается к нам сюда. Я думаю, я выдержу ее спокойно атаку, потому что у нас все на защиту. Плюс территории и тому подобное. Сложно будет нас захватить ей. Но только как наоборот, типа, нам все-таки нужно будет делать. Хотя, если мы будем в союзниках, то нам поможет Франция и Великобритания. Но я решил пойти таким путем, что и пусть Италия тоже в этом всем принимает участие. Если есть возможность избежать войны, то почему бы и нет? Хотя войны тут будут еще не только с Торцией. У меня планы же ведь есть и на все остальное. Греция все-таки будет великая, а одной Торцией для этого не хватает. О, а вот это уже наша идея. Великая идея. Тема этого раунда голосования, должны ли великие державы допустить само существование Великой Идеи? Давно вынашу мою реваншистскую идею о Великой Греции. Греческий национальный лидер Софолиус нанес внезапный визит в зал, где проходила Гераклеонская конвенция. И произнес пылкую речь о том, что Великая Идея больше, чем просто отъем территорий. Что это священная мечта, которую веками лелеет греческий народ по всему миру. Нет ни малейшего сомнения, если Великую Идею здесь отвергнут. Все уступки и обещания, сделанные на Гераклеонской конвенции, утратят силу. От решения, принимаемого сегодня, может зависеть само существование, демократии и целостности государства Греции. Мы голосуем за. Да. Если мы победим, получим вот эти вот территории. И, конечно же, Стамбул тоже. Что самое главное. Но самое-самое главное, это убрать угрозу с Востока. Потому что она реально угрожает нашей независимости. Нас, конечно, сейчас гарантирует Италия, но вряд ли это вечно. И гарантирует она нас только, чтобы себе забрать от нас. А не чтобы не дать там Турции. А большинство присутствующих делегатов решило, что государство Греции должно получить право на реализацию Великой Идеи. А если оно победит державу Турции в войне? Наши представители очень рады. Сафолиус уже обратился к нации и заявил, что Гераклеонская конвенция уменьшалась успехом. А, значит, она была не секретная. Либо же секретная, но до этого момента. Пока мы не проболтались. Ну ладно. Разумеется, никто за пределами узкого круга присутствующих не знает точно, для чего на самом деле созывалась эта конвенция. А, мы сказали то, что она успешная. Но не сказали, что мы там обсудили, что договорились. Точно, точно. Но многие в нашей стране предположили, что главной ее темой было воскрешение Великой Идеи. Да тут у меня просто читаете нафиг. Мы добились от Гераклеонской конвенции всего, что хотели. Но главные трудности еще впереди. Благословлены, будьте разжигатели войны. Отлично. Но этот фокус еще так и не открылся 140 дней. Прямо во время его изучения эти венты выскакивают. Сдерживание готово. Теперь выходим в активную оборону. Вот тут это нам, кстати, пригодится. Но тут год ждать. А мы за год уже эту войну, надеюсь, закончим. Потому что сейчас фокус откроется, и мы выходим уже сюда. Здесь получаем поддержку войны плюс 10 процентов. А здесь мы просто нападаем на Турцию. И все. Но нам будут недоступны вот эти вот два фокуса. А здесь, кстати, бонусы ничего такие. Поддержка войны, прораспредвласти, федераты, предвласти. Да, но у нас ее, в принципе, и так хватает. Поэтому, знаете, что-то невелика потеря, на самом деле. А, и вообще, давайте возьмем что-то. Специалисты на пехоту. Я хочу взять. И, смотрите. Наступление и оборона недоступны, потому что они дружественны, не лояльны. Вот как неудобно, а? А, ну, зато есть оборона от монархистов. Но, самое вкусное, это скорость дивизии. Плюс 15 процентов. Блин, ну, как бы офигенно было бы взять оборону, выйти полностью в оборону. Конечно, взял бы атаку, потому что, ну, да, 5 процентов. Но у нас очень много всего заточено именно под оборону. Под атаку у нас мало что есть. У нас и ВСК под оборону, и бонус под оборону. А в атаку хотя бы бонус на атаку вот это можно взять. Но не дают. Потому что не фашисты. И ты котлишь проще. И просто передвигаться быстрее. А это играет очень большую роль. Гераклионская конвенция состоялась и увенчалась успехом. Гераклионская конвенция официально завершилась и прошла с большим успехом. Все участники покинули ее, заручившись правами на территориальные претензии. А государство Греция, судя по всему, согласна значительно расширить свои границы. Вместе мы отомстим за северский мирный договор недостойному государству Турция. Мы можем похвалить себя за это. Поддержка войны еще плюс 5 процентов. Уже 43. Неплохо. Вот сейчас я выйду и решил задействовать наши сильные стороны. Ненадолго мы отложили эту великую идею. Давайте хотя бы чуть-чуть на экономику мы поправим. Потому что здесь объем производства из аграрного общества минус 30 процентов. Фактор войны обязан населению минус 45. Это конечно еще жесть. И желательно хотя бы чуть-чуть это, но вот таким вот образом поправить. Кстати, а тут что у нас? А, франкисты победили? Ну я и не удивлен. Нормально. На самом деле, мне кажется, две дивизии можно было убрать с Афены, с Фассалоник. Потому что мы поставим сюда свой флот. Тут плюс подключится флот наших союзников. А, кстати, отмирал надо поставить. Но все же я ссыкую то, что в столице будет высадка готова. И Фессалоники. Ну, Фессалоники в принципе ладно, но зато если все-таки высадка сюда будет, Таня это нифига не ладно будет. Она здесь за котлят. Одной высадкой сюда вот. Не хватит у нас снабжения от этого города, чтобы дивизии это прокормить. Но вряд ли, конечно, будут высадки пытаться делать, потому что у них будет очень мало дивизий на это. Часть сюда останется, часть тут будет находиться. Да и флот не дадут им так просто и легко использовать. Все, фокус мы этот взяли, дальше смотрим, поправилось? Где у нас это самое? Фермерская культура. Нам не стоит стыдиться нашего фермерского происхождения. Мы вполне можем двигаться в современную эпоху, не забывая корней. Столько веков, определяющих наше бытие. Мы понимаем греческого рабочего и больше не боимся почитать его ремесло, вне зависимости от пользы этого ремесла для государства. Стабильность плюс. Получаем больше фабрик. Фактор войны обязан, конечно, не такой большой. Не минус 45, но минус 15 есть. И прирост политластия. Бонусы мне нравятся, хорошие. Но фабрику мы так и не получили, кстати, с этих минус 5%, хотя должны были, мне кажется. Ну ладно. Насчет, кстати, отношений. Мы там же продолжаем их улучшать. А, не, мы закончили. Тут 100. Тут тоже 100. Тут 31. Че, убавилось что ли? О, мы отвергли план шахты, и это тебе не нравится. О, черт. А вот все в порядке. О, ну падает, конечно. Ну там максимум можно накопить эту сотку. А у нас даже 80 здесь не будет, из-за того, что план шахта минус 50 дает. Только 40. Я понял тебя. Ладно, отменяем тогда. А че по Советскому Союзу? 78. Так, смотри. С тобой улучшаем отношения, беру сейчас этот фокус. Давайте это сделаем, чтобы не терять время зря, потому что если у них упадет же это отношение, надо будет его опять улучшать. Сейчас тогда берем этот фокус. Получаем военные заводы и гражданские фабрики. А это, кстати, будет очень даже неплохо, потому что мы получим, я так понимаю, если не ошибаюсь, по написанному здесь тексту, три военных завода и три гражданские фабрики. Это, блин. Мы строим вот один военный завод, смотрите, сколько уже времени. А тут мы их бах и получим просто за один фокус. Это неплохо. Очень даже неплохо. И после этого, конечно, как бы сильно не хотелось выйти вот сюда вот дальше, но мы это сделаем чуть попозже. Нам нужно как можно быстрее решить вопрос с Турцией, а потом уже будем заниматься всем остальным. Наша идея великая, это самое сейчас главное. О, а здесь Болгария обращается к Третьему Рейху. Она хочет привлечь в страну иностранный капитал. Хм, и укрепить связи с Рейхом. Ну да, здесь у нас стоит исторический фокус, поэтому Болгария, конечно же, будет дружить с Третьим Рейхом. Что, конечно, под нашим боком такое наблюдать очень печально. Короче, фокус тот открылся у нас. Всё, я чё сделал? Я получил военные заводы. Получил совсем чуть-чуть фабрик. Нет, я получил как надо. Все три, как и планировалось. Только вот часть из них ушла на гражданские нужды. Мы всё-таки из иностранных монополий отдаём 20% как-никак. Вот в чём дело. А чтобы от них избавиться, нам нужно выйти вот сюда вот. А этот фокус, кстати, 35 дней длится. Очень даже быстрый. Но во время войны с Турцией мы пробежимся тогда вот сюда вот. Поднимем в себе стабильность. Это будет важно, потому что стабильность из-за войны упадёт. Здесь темпы исследований тоже, как бы, желательно пораньше получить. И прирост политвласти. И это, конечно, тоже поправим. Самое главное. Я беру сейчас фокус Гардиев Узел. Гардиев Узел известен нам из преданий об Александре Македонском. Разрубить его, значит, решить невозможную, на первый взгляд, задачу неожиданным способом. Наша невозможная задача — вернуть утерянные земли. Наш неожиданный способ — добиться, чтобы это сделали за нас наши могущественные союзники. Вот. Зачем в одиночку делать, если можно было так вот просто договориться и тем самым понести меньше потерь просто? Конечно, придётся отдать часть Турцией. Но наша цель была захватить не всё Турцией, а земли как бы Великой Греции. А всё остальное мы уже как-нибудь себе присоединим, ну, попозже. Всё же я хочу хоть и не делать Византию, ведь победила у нас не Византия в вопросе. Так, давайте здесь заводы. И тут. Но выйти в границы Византии хочется. Франция выполняет свои обещания. Франция, как и было обещано, присоединяется к нам в войне с государством Турция. Вместе мы низвергнем турецкое государство. Мы не можем проиграть. Франция объявляет войну государству Турция. Ага. То же самое и Соединённое Королевство. И Италия. А, нет, Италия войну не объявляет. Тут же написано это. Да. Все объявят войну Турции к поддержке Греции, чтобы выполнить условия так. Это да? Но. Все подписавшие объявят войну за исключением Италии. Блин. Зря я её тогда позвал. Ну, серьёзно. Дело ведь в том, что мы, получается, отдадим Италии Юг Турции. А, она в этом даже никак принимать участие не будет? Или я как-то неправильно понял этот момент? Хм. Там прямо написано, что они будут участвовать. Так, а ещё в чём прикол? Румыния тоже ведь воюет против нас. То есть Румыния воюет против союзников. В 1938 году. Нежданщик, да, король? Нежданщик. Вот, что значит гарантировать Турцию. Значит, здесь у них фронт и тут фронт. Сейчас мне нужно поражать здесь последний рубеж. Он очень дешёвый, пятёрка всего лишь стоит. Потому что я выделил эту дивизию. Здесь его прожимать не нужно. Мы справимся и так. А нас Соединённое Королевство зовёт к себе в альянс. На самом деле? Да, давайте. Мы, насколько я знаю, за всё это время так и ни разу не отыгрывали мелкую страну в составе союзников. Ну, мы пока что мелкой, конечно же. Но мне хочется отыграть эту роль. Думаю, будет это интересно. И нам посылают сейчас, кстати, ленд-лиз. Это хорошо. Кстати, у нас так-то вон из этих военозаводов неплохо так всё по снаряжению стало. Самолёты, кстати, тоже нужно поставить. Давайте вот сюда вот. Ну, конечно, у Турции их больше, но я рассчитываю на союзников. Они их пока сюда переведут. Время пройдёт, но переведут же ведь. Так, а вы тут немного поубились? Давайте-ка будем атаковать. Поехали. Значит, я попытаюсь пройти вот таким вот образом. Здесь, конечно, у тебя... Да, есть морская база, поэтому это будет неполноценный котёл. Хотя мне здесь стоит охота на конвой. Если у тебя будет попытка отсюда сбежать, то я думаю, мы тебя поймаем. О, ещё ленд-лизы. Офигеть! Сколько их тут! Спасибо! Спасибо, конечно. Так, вот британцы уже приплыли. Так же сюда вот британцы и французы встали. Отлично. Вот бы вы ещё встали сюда, чтобы я наши войска перекинул. Но, кстати, по варскору смотрим, мы получили 53% Франции 46. О, хотя Франция ничего не потеряла, она за оккупацию получила. Или за что вообще? А, потоплено вражеских кораблей, ты уже здесь участвуешь полноценно в бою. Пока только на море. И тут... Конечно, наши союзники не были готовы, то что у нас битва будет ещё и в Сирии происходить. Серьёзно. Они только сейчас перекидывают войска. Здесь находят всего лишь две дивизии, которых не отпускает эта Турция. И они только сейчас перекидывают войска. Вы серьёзно? Надо было, наверное, что ли, как-то пытаться оправдывать цель войны на Турцию одновременно. Но мы были не в союзниках, поэтому Франция бы не среагировала на такой манёвр. Ладно, идём вот сюда вот. Здесь удерживаем. Мы даже немного истощаемся, кстати. Так, одну, конечно, нужно здесь оставить будет. Дивизию, что она тут стояла. Пытаемся проходить. Вынужденная атака давайте. Оп, прошли сюда. Прошли также мы сюда и нужно давить. Хотя, может быть, мы по Стамбулу подавим. Получится ли в него давить? Не, мне кажется, проще будет вот сюда вот. Да, Стамбул мы сейчас давим лишь для того, чтобы не было помощи с этой стороны. То есть две дивизии. Так, ты давай никуда не иди. И мы сейчас троечку здесь закрываем. Ну, в принципе, нормально. Всё, кроем её. Давай-ка ещё и здесь. Что это такое? Третий рейх обосновывает цель войны на нас. Класс, вторая серия. На нас? Нет, я так понимаю, это на что ты неизвестный фокус? Это какой-то фокус. Возможно, на Францию. Да почему? Да он не может на нас обосновывать цель войны. Ну, не может просто. Ну, не может. Нафиг мы ему вообще сдались, а? Что это за прикол-то такой? По-любому на кого-то другого. А на нас пишется, потому что от Холька. Вот. А Болгария? Болгария не в оси. Но благо он далеко от нас. Из Болгарии вступит в оси. Мы её будем наказывать. Ну, когда с Турцией разберёмся, конечно. Тогда будем наказывать. Так, котёл сначала нужно это наказать. Давай. Ты держишься неплохо, потому что у тебя здесь кормят это поселение. Но ничего. Значит, нам нужно сюда вообще выйти. Увеличение экспорта, свободная торговля. А, плюс вот этого, то, что мы можем сюда выйти в ограниченный экспорт. У нас стоит приоритет экспорт. Мы много отправляем. Если выйду сюда, мы выйдем в свободную торговлю, и нам придётся обратно возвращать всё как есть. Но иностранные монополии немного поправятся. Получим больше фабрик. Но давайте выйдем вот сюда. Вот нам нужно стабильность всё-таки поправить. Нам не хватает не только индустриальной базы, но и национальной инфраструктуры. Наши соседи урбанизировали свои государства, пора и нам начать урбанизацию. Так, инфраструктура. Причём мы идём по аграрному пути, но урбанизация всё равно как бы должна проводиться. Мы ж не только будем поля копать, раз выходим в аграрную экономику. Как бы промышленность же тоже будет, просто фокус на ней не будет висеть. Стабильность нам нужно получить, давайте. Плюс инфраструктура неплохо так повысит наши ресурсы. И быстрее там строить можно будет военные заводы и фабрики. Так что это плюс неплохой такой. Оп, наши британцы сюда подъехали, плюс французы. Давайте-ка здесь их подавим, выгоним отсюда нафиг. В Стамбуре находятся 9 дивизий, оу, неплохо. А здесь вообще танки? Вы будете помогать? Нет, не будете, я понял, не атакуем, тогда не убиваемся. Тут как дела у нас? Великолепно. Значит, сначала мы их отсюда выбиваем. Возвращаемся сюда. О, часть уходит. Это хорошая новость. Пятёрка, четвёрка, тройка уже здесь. Здравствуйте, вы так хорошо ушли отсюда. Вынужденная атака. И давим в Стамбул. Оу, львы, садка, случаясь. Вот что он войска отсюда увёл. Он такой, думаю, ни черта, он тупой. А он, оказывается, увел сюда, чтобы покрыть эту высадку. И здесь англичане атакуют частично, правда. Можем помогать? Но мне кажется, лучше не надо, я понял. Всё, мы берём Стамбул. Точнее, как говорится, это не знал, не знал, правильно назвать. Ячейко исследование готово, теперь нам нужно выйти в винтовки. Значит, теперь они Стамбул уже не возьмут. Здесь, пока войска у них истощённые, нужно их напрягать. А то они укрепятся, уже не выбьем их отсюда. Здесь удачный манёвр. И высадка у них, конечно, покрылась оболочкой. Но ничего, она будет успешна, это точно. Давайте пока что мы на этом закончим. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте обязательно колокольчик, включайте все уведомления, чтобы больше не пропускать новые видео. Скачивайте моды на русском языке, на нашу группу ВКонтакте, пишите там вопросы на сне или просто делитесь интересными моментами. Также оформляйте спонсорскую подписку, чтобы получить крутые бонусы, а также возможность с вами разговаривать на стримах. Либо же получить доступ к уникальному нашему закрытому сообществу. А играм, например, парите на наших серверах в Дискорде по ссылкам в описании. Также там мы ещё и общаемся. Ну что ж, с вами был Эмбро, спасибо большое за просмотр. До встречи.